здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале ну что ж это воскресный street style мы едем в падуэ в падуэ достаточно тепло как и вообще тепло в нашем регионе у нас на самом деле уже уже весна уже пахнет весной уже все выглядит как весна и многие одеты так как принято одеваться весной то есть то есть достаточно легко но я заметила за итальянками и много раз об этом уже упоминала что итальянки весной одеваться очень интересным способом который возможно подойдет и вам итальянки носят фактически ту же самую одежду то есть шубы то есть пуховики то есть дубленки и пальто на подкладе пальто из толстой плотной ткани но носят все это расстегнутым добавляют всегда шар либо шейный платок как яркий акцент и меняют прежде всего обувь очень скоро мы увидим действительно летнюю обувь на стритстайле это будут босоножки это будут темные плотные колготки плюс босоножки возможно на самых смелых в том числе на мне мы увидим конечно же босоножки плюс носки плюс возможно просто черные капроновые колготки черные капроновые колготки явились для меня открытием моих весенних съемок потому что мне кажется что это очень красиво очень сексуально очень женственно когда черные неплотные колготки надеваются с пуховиком допустим с шубой и с любой обувью которая может позволяет нам не замерзнуть хочу показать вам эту витрину на этой витрине хочу обратить ваше внимание на шар подобный шарф у меня есть я его себе вязала сама и многие зрители вязали подобный шарф вместе со мной и многие обратили внимание на конкретно этот свитер это тоже свитер связанный на заказ я вообще за то чтобы давать возможность людям вокруг нас зарабатывать подобный шарф можно связать самостоятельно либо попросить чтобы кто-то связал его для вас на заказ и кстати скоро выйдет видео о работе, которую мы можем выполнять, имея какое-нибудь хобби. Вязание, конечно же, войдет в подобную работу, когда мы, в общем-то, инвестируя свое свободное время, свое умение и любовь конкретно к вязанию, можем, на самом деле, неплохо зарабатывать. Ну что ж, давайте посмотрим на витрины. Что мы видим в витринах? В витринах мы видим леопарда. Это витрина Бербери. Предлагается как одежда леопардового принта, так и аксессуары леопардового принта. Обувь леопардового принта тоже предлагается. А это вот такой интересный тренч, просто решила вам его показать, что называется вариация на тему, когда верх черный и верх, что называется, деструктурированный, то есть он отрезан. Бербери также предлагает вот такие сумки, отделанные твидом. Эта витрина вызвала мой интерес, потому что здесь мы тоже видим анималистичный принт и, на самом деле, это мужская витрина. Скромные белые кеды, мужские, кстати, цен не было. Даже не знаю, сколько они могут стоить. Поясная сумка, к вопросу о том, пользуются ли поясные сумки популярностью. Да, пользуются. Одна из вещей, которые я хочу себе купить, это самая обычная мужская бабочка. И, скорее всего, куплю в таком пастельном оттенке, светло-серый, либо светло-голубой. Мужская витрина Селин. И очень мне не понравились образы, потому что я не люблю, когда непонятно, это женская витрина, либо мужская витрина. А здесь посмотрите на платок, на грудный карман. Обязательно вкладывайте на манер мужского гардероба, если у вас есть пиджак мужского кроя и, конечно же, если имеется на грудный карман. Большое количество розового я вижу на витринах. Это витрина Валентино. Розовый различных оттенков, от фуксии до бледно-бледно-розового припыленного. Это сумка Селин. Соответственно, Селин тоже предлагает нам носить розовое. Это сумка, если я не ошибаюсь, бренд от Занелату. И вот такой яркий, красивый розовый предложили нам носить весной. И эта сумка тоже бренд от Занелата. И это припыленный, припыленный розовый, не бежевый. Но эти кроссовки, я думаю, уже знакомы многим зрителям. Я просто хотела акцентировать внимание, что розовый цвет используется. Розового очень-очень много. Издалека покажу вам витрину Макс Мара. Она тоже розовая, но эту витрину я засниму как-нибудь в другой раз. Это витрина Баленсиаго. И мы снова видим, что анималистичный принт нам предлагается носить. Также часто меня спрашивают про плессированные юбки. Плессированные юбки носятся и предлагаются витринистами. Это витрина Бербери. И я хотела обратить ваше внимание на золотые пуговицы, потому что они были популярны осенью, они популярны сейчас. А сейчас я показываю вам витрину, которую оформил итальянский витринист, совета которого я спросила. И почему-то очень многие подумали, что я купила свои платья, потому что мне их посоветовал купить витринист. Нет, на самом деле я сначала оплатила, а потом на правах покупателя, совершившего покупку, позволила себе отнять время у человека, который оформлял витрины. И я вам показывала и рассказывала, что эти витрины часто именно в магазине Пинку оформляются таким образом, что да, босоножки, лодочки, любые туфли на каблуках нам конкретно этот магазин предлагает носить с не очень плотным черным носочком. Юбка с фронтальным разрезом, на мой взгляд, это очень красиво и вещь, на которую придется поохотиться, потому что крайне редко такие вещи предлагаются в продаже. А здесь посмотрите, как интересно, это пример снова того, что классические аутфиты, либо классика, хорошо смешанная, замиксованная, это всегда более выигрышно, чем чем традиционная, допустим, полуспортивная верхняя одежда, например, пуховик. Подобные юбки я очень и очень люблю, это магазин Тринцет, единственное, что я бы сверху надела что-то очень простое, черное, либо белое. Хочу показать вам пальто, которое мне тоже очень нравится, я вообще обратила внимание на оторочку мехом, оторочку мехом манжетов, либо подола, либо вот так полностью, как на этом изделии. Это очень и очень красиво, я раньше не обращала на это внимание, но снимая своих стрельстайлеров, я стала замечать, что действительно одежда верхняя смотрится очень-очень красиво, если имеются меховые манжеты, меховой воротник, а желательно и то, и это. А здесь я хотела показать вам синьору, но помимо того, что она вообще прекрасно, на мой взгляд, одета, я часто замечаю и рассказывала уже об этом на осенних стрельстайлах, много раз показывала, что итальянки очень красиво сочетают обувь и цвет колготок. А это, к примеру, о том, точнее, к вопросу о том, как сейчас все можно носить и смешивать современную моду очень лояльно. Никогда бы мы не могли подумать, что самый обычный спортивный жилет, пуховой жилет можно надевать поверх классического пиджака. Ну что ж, как я и говорила, в Падуе очень много детей, потому что это карнавал, и сегодняшний стрельстайл обещает быть очень и очень нарядным. Мне был оставлен очень интересный комментарий, и предметом для комментария стали ботфорты. Однозвестница написала, мне очень и очень интересно и непонятно, почему большинство русскоязычных блогеров советуют определенные вещи. Например, настоятельно рекомендуют, чтобы ботфорты полностью заходили под край одежды, чтобы не было видно и не было понятно, что это ботфорты. Но, тем не менее, написала зрительница, я много раз вижу, замечаю из моих видео, из видео о стрельстайле, что итальянки носят, и видно, что это ботфорты, то есть они не заходят за край юбки, либо за край платья. Я запишу интересное видео на эту тему, которое, возможно, очень и очень многим будет полезно, потому что я расскажу об определенных вещах, которые я вижу прежде всего, потому что я сама блогер. Подобные ансамбли, спортивная обувь, классическое пальто и, внимание, леггинсы, но здесь бы я порекомендовала простые черные леггинсы заменить на спортивные леггинсы с узнаваемыми полосками, либо с узнаваемым лейблом. На мой взгляд, это смотрится очень и очень классно. Ну что ж, снова светлое пальто и вообще светлые аутфиты очень обращают на себя внимание. Это очень красиво, когда на улице пасмурно, но и еще более красиво все это смотрится, светлые цвета, пастельные цвета, когда мы имеем солнечный день. Но, внимание, обратите, пожалуйста, внимание ваше на то, что подобные светлые компоновки, на мой взгляд, смотрятся все-таки лучше, как было в предыдущем случае, с контрастными аксессуарами. Это может быть контрастного цвета обувь, либо контрастная сумка. Иначе образ может получиться слишком-слишком бледным, слишком-слишком пастельным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь, конечно, очень обращает на себя внимание бежевое пальто и самые обычные черные брюки, но посмотрите, как интересно, самый обычный пуховик можно обыграть, чтобы он выглядел очень современно, при этом получить очень классный аутфит на каждый день. Красиво одета девушка, очень-очень мне нравится, когда одеваются таким образом. Я считаю, что высший пилотаж на данный момент в том, что касается стрит-стайла, в том, что касается умения одеваться, это как раз-таки миксовать классику и спортивные вещи, так чтобы это выглядело очень и очень красиво, и при этом в этом можно было удобно проживать свой день. И он, и она, на мой взгляд, прекрасно одеты, интересно одеты каждой своей стилистики, но это, опять же, лично мое мнение, что конкретно эта пара демонстрирует очень-очень наглядно, что все-таки классика – это всегда беспроигрышный вариант. Классика плюс спортивные элементы – это всегда очень современно и актуально. И, кстати, мне часто пишут, что я одеваю слишком классически, часто мне пишут, что я застряла в своей стилистике каких-нибудь, даже не нулевых, а 90-х годах, на что я всегда мысленно отвечаю, что я совершенно сознательно вернулась в 90-е годы. Почему? Да просто потому, что сейчас мне именно таким образом хочется выглядеть и хочется одеваться. Желаю всем своим зрителям фэшн-смелости, желаю всем своим зрителям поймать свою фэшн-волну и, самое главное, с комфортом на этой фэшн-волне находиться. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем желаю хорошего настроения. Пока-пока. Хорошо. Это за то, что в монетку Габс, Данечка, за то, что вы играете с шариком. Субтитры создавал DimaTorzok